Всем привет еще раз. И сегодня у нас будет очень интересный вебинар, который посвящен маркетингу плану Арифлея. Мы подробно рассмотрим, разберемся наши все плюсы, какие мы с вами имеем, какие отчисления мы с вами будем делать, что будем получать, какой доход. Ну и стандартно все начинается с истории, потому что в принципе у нас есть новички, и я расскажу вкратко. В 2003 году меня пригласила подруга, которая не разместила ни одного заказа. Моя основная профессия была военный финансист, и я не воспринимала эту профессию серьезно, но когда я начала посещать мероприятие компании Арифлейн, я поняла, что здесь есть деньги. И вы видите в центральной фотографии, это Расторопова Евгений, это мой вышестоящий директор из Новосибирска. С ним мы позже познакомились, и тогда я начала потихонечку делать карьеру, совмещаясь с основной работой. То есть вы видите в принципе фотографию 10 лет назад. Мне было очень интересно, да, о том, как работает продукция компании Арифлейн. Вот, и спустя еще некоторое время я открыла квалификацию директор. Как только я стала директором, с этого момента я угонилась, и началась моя карьера в Арифлейн. В 2008 году был создан наш интернет-проект. Это как раз-таки был фундамент, когда мы начали осваивать работу в интернете. Мы поняли, как это здорово общаться и передавать свой опыт через интернет. И первые директора это были вот сразу, в принципе, разница в два, буквально три дня. Вы видите, Сокур Елена Алексея познакомились через интернет, но обучение было через интернет, но работали они в реальной жизни. Екатерина Ганюк это первый в истории, вообще в истории Арифлейн, кто создал, сделал звание за год, работая только на Одноклассниках. И Светлана Волкова, она работала 50 на 50, ее команда половина была в интернете, половина в реальной жизни, в основном в Сибирске. Так, у нас была основа нашей командной проекта. Что это мне дало? Это действительно, когда нет начальника, нет какой-то планки, ты здесь реализуешь себя полностью, ты делаешь то, что хочется тебе, творишь. Это здорово, и работаешь с теми дни, которые тебе нравятся. А не ходишь с восьми, с девяти до пяти вечера, начальники, терпишь своих коллег. Классно, у нас отличный коллектив. И это классно. Кроме того, самое главное для меня, это прежде всего то, к чему я стремилась, это к путешествиям в различные страны мира. И очень, конечно, приятно, что сейчас я уже научилась водить. Я вожу, компания мне подарила Вольво, машину, на которой есть и дипломаты, и адвокаты, потому что она самая безопасная в мире. Благодаря компании Airflame я стала путешествовать, и на данный момент вы можете видеть, что вот, знаете, символично, посмотрите вверху, 81 город и 18 стран мира, которые я посетила. Я очень люблю путешествовать, и вот самое последнее мое путешествие, это было в Красноярск. Вот, у нас там была конференция с компанией, то есть мы не только по миру, но еще и по России. Ну, видите, вот яркие страны. И даже взять, например, последнюю строчку, последний год, даже начиная со второй строчки, Дания, Швеция, и вот пошла нижняя строчка, какой сделала нам компания Тур. А для этого нужно было всего лишь стать золотым директором, вырастить два директора, и об этом мы еще поговорим. И впереди ждет нас Валентия, Египет, Абудаби, Турция, Стамбул, Анталия. Это только в течение вот этих вот ближайших лет. Но не только директора могут поехать на конференцию, вы увидите нашу команду, которая едет в Египет, вот буквально уже через пару месяцев, и уже началась открытая квалификация на следующее мероприятие. Мы гордимся тем, что не только работаем сотрудничеством с компанией Арифлейм, но то, что мы в такой крепкой и быстрорастущей команде. То, что наши результаты вы можете посмотреть за один год, мы не только вошли в топ-100 России, но и нашим каталогом стремительно несемся вверх. Это означает то, что мы выбрали командой правильную стратегию, мы правильно развиваемся и идем к нашему успеху. Многие говорят, вот это Арифлейм, это сетевой маркетинг. Но никто не задумывается о том, насколько здесь большие деньги прокатываются. 178 миллиардов долларов – это годовой оборот всех компаний прямых продаж. И если мы возьмем самые крутые, самые везде на слуху, скажем так, другие, например, сейчас футбол, музыка, киноиндустрия, то если даже собрать весь их годовой миллиардный доход, то сетевой маркетинг уже давно перекрывает это. Также, если взять в целом, то во всем мире уже 96 миллионов людей так или иначе уже участвуют в этом проекте в различных компаниях. И вы можете посмотреть, насколько востребовано, да, и что мы работаем в том сегменте, что 58% всех продаж через сетевой маркетинг – это косметика и средства лично-генедия. И 42% всего товарооборота – это категория wellness. И здесь у нас есть продажи, и мы в тренде всегда, то есть мы имеем товарооборот. То есть вы можете видеть, насколько был график, насколько развивалась в целом индустрия. И сейчас, минутку, подавись слайд. И посмотрите, если в целом, если мы возьмем, да, если взять в России, то знайте, что у нас кризис. И вот мне понравилась вот такая фотография из интернета, на чем планируют экономить россияне в этом году. То есть они будут экономить на путешествиях, алкоголь, техники, рестораны, продукты питания, автомобили, одежды, недвижимость, коммунальные платежи, кинотеатры, сотовая связь и менее 1% они собираются и снимают, как это важно. То есть мы с вами вне конкуренции. Я вот такую дорожечку нашла, как мы обходим наш кризис. Если взять, если он должен делать, да, опять же таки, многие говорят, я хочу создать свой бизнес, но как мы видим, что для того, чтобы создать бизнес, нужно быть ответственным за очень многие пункты. И это очень здорово, когда большая часть всей работы за нас берет компания, для нас остается лишь делать продажи товарооборот и работать с потребителем, создавать базу потребителей, которые будут покупать продукцию. И одно из самых главных, да, сейчас, как вы видели, продажи, прямые продажи во всем мире очень сильно растут, и важно знать, в какой компании ты работаешь. Уже практически скоро будет 50 лет компании, которая все время растет. Я не буду сейчас долго рассказывать про продукцию, какая она замечательная. Один лишь факт о том, что, по-моему, в 2009 году компания зашла, или уже в 20, в Россию и СНГ, могу запутаться. В 2009 году мы стали брендом номер один в России и в других странах СНГ, и до сих пор мы держим этот уровень. Как вы думаете, если бы была плохая продукция, были бы мы брендом номер один до сих пор, и вообще стали бы, это первый вопрос. И второй, если бы была плохая в России практически лет, было ли в ней более трех миллионов человек? Вот вам и ответы, да. То есть здесь уже сразу можно, не просто кто-то там сказал, что-то мне это нравится, мне это не нравится, я попользовалась там, взяла крем для рук, и мне запах не понравился, теперь Арифлейм я больше никогда пользоваться не буду, и мне вообще вот такие фруктовые запахи не нравятся. Значит, Арифлейм это говно. То есть вот такие, простите за, вот такие вот у нас бывают возражения. У нас есть статистика, мировая статистика, и она доказывает о том, что это очень прибыльная компания. Сейчас я вам переключу на вторую часть слайдов. Очень важно, что не просто сейчас везде вы можете увидеть много работы и в интернете, и в интернете, заработков, проектов, но в Арифлейм доход официальный, никаких электронных кошельков и нелегальных выплат только через банк. Кто-то гордится тем, что можно сразу деньги получать, и куда вы хотите, мы вам перечислим. То есть на электронные кошельки, это говорит о том, что это шарашки на конторы. Сегодня она работает, завтра она не будет работать, потому что как только государство узнает, что текут деньги мимо нее и куда-то в какие-то кошельки, значит она это предприятие закроет. Поэтому думайте о том, когда вам говорят, правильно, здесь все стабильно. И очень приятно, что мы работаем по самой выгодной схеме, самой низкой схеме уплаты налогов. Мы платим всего лишь 6% по упрощенной системе, что в 7 раз ниже, чем на любой работе. Имеется в виду то, что на любой работе, подскажите, сколько составляет пенсионка? 13% отчислений, правильно? Все знаете, что на работе 13%? Кроме того, там еще 24% еще дополнительно фирма из своего фонда платит 24% какой-то пенсионный фонд, еще, еще, еще. То есть смысл такой, что если кому-то выплачивать 10 тысяч рублей, значит 16 тысяч рублей предприятие должно выделить на этого человека. И если человек получает 50 тысяч, значит 85 тысяч предприятие должно выделить на этого человека денег. И поэтому все чаще всего платится доход в конвертах, заниженный, официально человек получает 10, через кассу еще сколько-то. Я горжусь тем, что мы получаем 100% деньги, которые нам компания перечисляет. И из-за того, что налоговая, ну посмотрите, да, всего лишь 6%, да, мы перечисления все эти делаем. Чуть позже подробности о перечислениях я расскажу позже. Это будет важно, особенно тем, кто будет открывать индивидуального предпринимателя. Да, вообще, в чем смысл этого бизнеса, да, вы наверняка видели наподобие схемы, да, это, она есть везде, об этом рассказывают вообще в целом сетевом маркетинге. Компания минует всех посредников, и она платит именно нам, а не посредникам, какой-то процент. Мы ничего не продаем, мы только информируем людей, рассказываем о том, как выгодно покупать здесь по закупочной цене. Теория этого бизнеса гласит, да, о том, что, да, это хорошо, как бы мы можем пользоваться там продукцией, покупать себе, но мы никогда не создадим такой товарооборот, как тысячи человек хотя бы возьмут себе, купят по одному шампуню, да, вот. И в компании Алиплэн есть два вида дохода. Первый – это ваш, ой, два вида товарооборота. Первый – это ваш личный товарооборот, когда вы себе покупаете. И второй – это групповой товарооборот, сумма покупок всех людей вашего бизнеса. Да, и наверняка вы видели такую картинку в сетевом маркетинге, что если вы приглашаете два человека и учите их делать то же самое, рассказывать о выгодности сотрудничества и их людей обучить делать то же самое, смотрите, если просуммировать, то если вы всего пригласите два человека и обучите их делать то же самое, вы получите команду в 31. А также теория этого бизнеса гласит, если… Сейчас следующий слайд откроется. Новый слайд появился у вас? Появился у вас новый слайд? Так, еще раз. Так, у меня что-то со слайдами скачет. Есть, да? То есть вы видите, если мы всего лишь научим людей приглашать на одного человека, то есть сами научились два и пригласили еще одного потом, да, получилось три человека, и каждый раньше приглашал по два, а еще потом научился еще по одному человечку, то три человека нам дают команду уже 121 человек. Смотри, смотрите, всего на один человек мы научили сами, научили команду приглашать больше и получили не 31, а 121 человек, да, ровно в четыре раза. Вот об этом задумайтесь, как важно. И дальше можно также расписать на 4, на 5 и на 6 человек, да, и вы можете видеть, да, потом также вы научились приглашать вот на сначала два, потом еще три научились, всего пять и так далее. Вы получаете уже практически тысячу человек. Вот эта теория бизнеса, вот это то, что дает доходность. Вот именно так растет компания. И начнем мы всего с очень маленького. Первый шаг сделаем, это мы научимся строить команду, приглашая всего лишь двух человек, и те также каждый будут приглашать по два, по два, по два. Таким образом, если вы будете работать и не останавливать этот поток, то есть это была раньше теория 5 на 5 на 5 на 5, но сейчас все начинают работать тем, что делают две веточки, потому что это выгодно. И так бизнес очень быстро растет. Но об этом мы еще вернемся. Да, все говорят, ой, откуда брать людей. Вчера, 27-го, позавчера, июля, набрала в поисковик работы, и вы видите, практически 30 миллионов запросов, это людей, кто ищут работу. Вот, пожалуйста, за последний месяц людям либо нужна работа, либо нужна подработка. Где мы будем знакомиться с людьми? Подумайте о том, что 54 миллиона людей, 54 миллиона людей ежедневно заходят в контакт. А, за месяц, да? Ну, в принципе, плюс-минус, да, они заходят, это постоянные люди. В «Одноклассники» 40 миллионов, «Мой мир» 25 миллионов, «Фейсбук» посещает 24 миллиона и так далее. Да, вот они люди, самое главное научиться с ними правильно общаться. Какие же виды доходов в «Арифлейм»? Первое – это экономия, второе – немедленная прибыль, объемная скидка, премии, бонусы, путешествия. Об этом мы с вами поговорим. И, конечно же, на пути по карьерной лестнице в компании «Арифлейм» вы будете это проходить не самостоятельно, а вместе с нашей командой. Итак, есть основные темы в компании «Арифлейм». Это я скопировала с маркетинг-плана, план успеха у нас есть, чуть позже покажу, как он выглядит. И здесь важно, что, смотрите, балл бонуса, у нас работает очень много стран мира, и в каждой из них своя валюта, поэтому бонус балл в каждой стране, то есть усредненный, да, это валюта компании «Арифлейм». Второе – у нас есть объем продаж и объемная скидка. Если мы возьмем «Прайс», то у нас вы можете увидеть, что дистрибьюторская цена – одна цена, а сумма ОП – это ниже цена, и вот с нее начисляются все выплаты. Объем продаж – это специальная цена для консультанта по прайсисту минус государственной налоги. От объема продаж рассчитывается объемная скидка, то есть компания за вас платит все базовые налоги, которые нужны, все выплаты, вам об этом задумываться не надо. И объемная скидка – это скидка на приобретение продукции «Арифлейм», которую получает консультант в зависимости от объема продаж. Но это как бы вот эти понятия, главное, чтобы вы понимали, что все выплаты у нас происходят с объема продаж. Это «Наша цена дистрибьюторская минус налоги». И вы можете увидеть у себя всегда в прайс-листе. Где взять табличку, откуда мы берем? Информация у нас есть, я сделала специально копию скрин с нашего прайс-листа. Вот, есть табличка, также вы можете видеть примерный уровень дохода на каждом уровне. Это есть у нас на нашем командном сайте. Вот, и вы можете там ознакомиться подробнее. Для того, чтобы получать весь доход, и мы вернемся, нужно научиться делать заказы потом на 150 баллов. Вначале вы можете размещать заказы, как вам, это ваша будет экономика, сколько, да, на 20, на 50, на 30, то есть 10 обязаловки нет. Но как только ваша команда выйдет на уровень менеджера, будут серьезные доходы, потихоньку вы научитесь делать 150 баллов. Это не сложно, сначала все пугаются, говорят, ой, это так много. А потом, если посмотреть в эту картинку, у нас есть постоянная продукция, которую мы покупаем, это продукция Wellness, еще здесь нету коктейлей, то есть практически 200 баллов у вас будет составлять это продукты питания для здоровья, плюс различные косметические средства. И важно, если вы не подумаете о своих знакомых, они купят это в других местах и сделают выгодно себе других, потому что прокатываются в России просто миллиардные товарообороты. Также у нас есть средний доход, я сделала табличку при построении двух веток, табличка скачет, но она есть на нашем командном сайте. Но я бы хотела с вами поговорить быстренько подробнее о выплатах самих, чтобы вы понимали, как это происходит начисление. Ну, первое, вы наверняка все уже давным-давно знаете, что мы получаем 18% на скидку, и ее тут же можно сразу увидеть на сайте, когда вы зайдете, будете листать каталог, и вы увидите, что цена в каталоге больше, чем цена ваша. И, соответственно, здесь есть пример о том, как ваша скидка, например, на 5 тысяч рублей сделали заказ минус 18%, получилась ваша немедленная прибыль. Плюс вы получаете еще будете подарки по акции лояльности. Вот. Но мне важно, чтобы вы разобрались, как идет выплат из группового товарооборота. Предположим, вот вы видите нашу девочку, да, и у нее команда, кто-то сделал 9 тысяч баллов, кто-то 5 тысяч, 3 тысячи, 500 и так далее, да. Мы будем смотреть только первый уровень. У нас есть табличка, которую я вам показывала, в зависимости от того, какой групповой товарооборот, например, 5 тысяч баллов, спускаемся в табличку, смотрим, это 15% уровень и так далее. Как начисляются выплаты вам? Смотрите, вы получаете межпроцентную разницу. Например, так как если сложить весь групповой товарооборот, там получается более 17 тысяч, вы видите, уровень 22% это от 7,5 тысяч бонус баллов. Как начисляется? Вначале, например, посмотрим товарооборот Оли. Оли сделала заказ на 50 баллов. Это означает, что с ее группового товарооборота вы получите полностью доход 22%. Если мы возьмем команду Тани, 250 бонус баллов, то прежде всего компания заплатит 3% Татьяне, а 19% на разницу это заплатит компания вам. То есть всего на всю команду компания выплачивает только 22%. Соответственно, если Юра сделал 500, то 606% получит он с товарооборота, 16% вы и так далее. Подскажите, сколько процентов получит Катя и сколько Юля? Сколько получит процентов Катя? А сколько вы? Кто подскажет? 3000 бонус баллов. На каком процентном уровне? 15, да? Сколько получите вы процентов? Кто первый? 7. Смотрим. Правильно, Катя получит 15, вы 7. Юля 18, вы получите 4%, но как только ветка, вы видите, что вы на 22% и Светлана на этом уровне, что это будет? 22 минус 22, 0, но здесь и тогда уже переходят другие бонусы. Если раньше вы получали 4%, то как только Светлана достигла уровня 22%, вы получаете 5% на директорский бонус. По бонусам я чуть позже расскажу. Дальше. Как выплачивается доход? 17 раз в году у нас 17 зарплат. Первое. Вначале вы будете получать доход в виде товарной скидки. И при формировании заказа 50% будет перечисляться со счета Арифлейм, где будет копиться вся эта скидка. Оставшуюся часть вы оплачиваете наличными. И ваш доход копится. Как только вы понимаете, что вы получаете хороший доход, ну примерно на уровне 18%, ну 1015 вы начнете. Кто-то вот у нас, девочки, подскажите, вы открыли, какая у вас сумма накопилась? Девочки, кто открывал ИП и какую сумму вы накопили? Кто-то копит 100 тысяч, кто-то 80, кто-то 200 у нас, вот, разную сумму открывают и сразу единолично все снимают. Да, вот Катюшка написала 159 тысяч накопила. Итак, как мы можем посмотреть и сами просчитать за компанию Арифлейм? То есть понятно, что компания Арифлейм, честная компания, у нее прозрачные все выплаты, она копейку в копейку считает. Но мы можем ее перепроверить, посмотреть. Для этого вы заходите. Мой бизнес, ваша структура, выбираете нужный любой период, здесь информация копится на долгие годы, да, в любой момент вы всегда можете посмотреть, что нам будет важно. У вас выскочит табличка, мы берем, выбираем полный размер и дальше мы можем сортировать, ну как вот я, например, сортировку сделала, по уровню нажать галочку, либо групповые бонус баллы, чтобы посмотреть и сразу, если у нас будет даже много людей, чтобы потянуть и посмотреть, ваш только первый уровень, чтобы сделать, посчитать. Да, когда это большая структура организации, это сложно делать, но когда это маленькая команда, это легко. Вот, например, я взяла команду Скрыльникова Елена. Смотрите, также сделала сортировку, она на уровне 18%, под ней две команды. Одна на уровне 15%, другая на уровне 12%. Как платится? Во-первых, вы можете нажать на бонус баллы любого человека в вашем первом уровне, выскочит большая табличка, там есть групповой объем продаж, то есть нам нужна будет эта сумма. Например, если всего групповой объем продаж у Лены был 190 тысяч и всего она сделала 6800 баллов, есть почти 28 рублей. Групповой объем продаж первой команды примерно осталось 122 тысячи. Вы также можете нажать на человечка и посмотреть его групповой объем продаж, то есть открыть, посмотреть, вписать. Но, как вы помните, мы получаем межпроцентную разницу, то есть с первой командой мы получим 18% минус 15 равно 3%, вот мы посчитали, со второй командой мы получаем 18 минус 12, получается 6%. И самое интересное, вроде бы, видимо, разный товарооборот. В одной команде 4 400 баллов, а в другой ровно наполовину. Но доход, доход у нас одинаковый. Да, парадокс, казалось бы. Поэтому об этом, о том, как правильно строить команды, как получать максимальную выгоду, мы сейчас еще посмотрим. И вот я разберу вам примеры, как выгоднее строить структуру. И вот смотрите, третье, объем продаж, когда мы делаем лично, то мы получаем возврат всех денег. То есть, смотрите, на заказ 165 баллов мы обратно получаем 835 рублей. Смотрите, вот, да, как созвучно. Когда мы регистрируемся, получаем 18% на скидку, да, и выходя на этот уровень, мы еще точно такой же получаем 835 рублей обратно. То есть, если суммировать весь заход, 8308. И вы можете проверить его вот на табличке, где вот вышла активность, да, Лена получила. Здесь понятно, как платится, где можно посмотреть, где можно просчитать и перепроверить компанию, если вы вдруг сомневаетесь. Либо вы всегда можете позвонить АСМО. Следующий момент. Как мы говорим, ну, это, что у нас происходит на ситуации, что приходят очень многие люди, не сразу включаются, они остаются дисконтно-потребительными. Первый вариант, когда вы не размещаете заказ на 150 баллов, вы не получаете доход. И второй, когда вы начинаете размещать, то вы получаете доход. Например, ваша команда вышла на уровень 12%, вот, и под вами ветка на этом же уровне. То есть, вы на одном уровне. Таким образом, вы за ветку ничего не получаете, вы лишь получаете 150 ваши баллы, умножается на средние 29 рублей. Ну, это объем продаж, ну, в зависимости от товарооборота. Да, и вносит на 12%, да, на том уровне. Таким образом, 522 рубля вы получаете за ваш заказ, ваш доход уже. И в месяц, так как у нас 4,2 недели, а не 3, как каталог компании Арифлейм. Если будет проще, то если мы умножим то, что это на 18% дороже косметика, то вы сразу можете для себя отложить, да, в голове, что если вы выходите на 12%, то в среднем вы будете на 900 рублей ежемесячно себе продукцию из каталога получать бесплатно. Вы смотрите, вспоминайте, 12% выходите в бесплатно косметика на 900 рублей в месяц. Окей? Ну, и, соответственно, да, если вы выходите, вот здесь вам табличечка, да, такая же, в зависимости от того, какой у вас процентный уровень, вы можете подсмотреть. То есть, если вы выйдете на уровень Арифлейм, то если вы директор, то вам по каталогу ежемесячно будет 1000, почти на 1700 рублей косметики бесплатно за то, что вы будете размещать заказы на свои 150 баллов. Если вы пока, например, на уровне 9% смотрим, да, то по каталогу вы практически на 700 рублей будете получать косметику бесплатно. То есть, это идет по сврату денежных средств. Это даже мы не будем говорить про группу. Ну, конечно же, мы пришли сюда не для того, чтобы просто получать какой-то минимальный нашу команду, для того, чтобы, вау, я пришел сюда, мне построят структуру, у меня будут деньги. Да ничего у вас не будет. Ничего у вас не будет, если вы сами не начнете делать вторую ветку. Вот здесь нужно первое сделать минимальный отрыв в одном процентном уровне. Что это такое? Например, мы разберем наш... пример, да. Вот наша ореняшка, как мы ее назвали, да, сделала 5400 бонус-баллов групповых. Она вышла на 18% уровень. И начала строить веточку. Вторую веточку также регистрируя один по другим, создавая товарооборот. Таким образом, первая команда у нее вышла на 15%, вторая на 6%. И как это считается? То есть, таким же примером, как я показала раньше, то есть, за первую ветку она получает 3%, за вторую 12% и за лишний товарооборот она получает также 18%. Мы можем сразу увидеть весь расчет. В месяц ее доход будет порядка 15000 рублей. Вот. Это пример номер один. Второе развитие команды. Смотрим, что же, если мы будем немножко по-другому построен. То есть, одна веточка у нас на 15%, вторая на 9%. Что же будет дальше? Тогда, в этом случае, в месяц она будет получать порядка 16000 рублей. Еще запомним. Если, еще раз, смотрим назад. Первый вариант. Если на 6% 14000, если эта веточка подтянет уже 9%, 15-16%. И самый лучший вариант, конечно, в идеале, если вы сразу начнете строить две одинаковые ветки. Тогда у вас будет доход примерно 18000 рублей. То есть, здесь расчет. Тоже слайды можно посмотреть. Скажите, вам понятно, как рассчитывается скидка? Более подробно. Конечно, мы учли не все бонусы, не все. На нашем командном сайте вы можете увидеть реальные истории наших дефектаров. Лучше свои номинации. Показываем подробный расчет на каждом уровне. Здесь все понятно. Смотрим дальше. Кроме того, как только вы выходите на звание менеджера, за каждый процентный уровень в течение года вы можете собрать 31500 рублей. Но важно, для этого также нужен отрыв в один процентный уровень. То есть, не за счет того, что вам команда построила бизнес-структуру, вы даже свои 150 баллов не сделали, а претендуете на премию. Нет. В компании все платится честно. Как потопал, так полопал. Начинайте делать свою веточку и получать практически каждый каталог дополнительно премию. Потом дальше у вас еще возможность конференции. Я уже рассказала раньше. И сейчас последний каталог вступить в эту акцию. Вы можете сейчас уже сделать минимальный план и уже квалифицироваться на Анталию. Но здесь будет важно. Первое. Ваша команда, так как она разобралась в этом, как важно уже сейчас стартовать, регистрируя один по другим, скорее всего, она сделала вам квалифицированных новичков. И они, то есть, минимальное количество новичков у вас есть. Вам лидеры расскажут подробнее. Но ваша задача, вы не сможете поехать также в Анталию, если у вас не будет к моменту окончания акции, то есть за 4 хотя бы каталога до окончания акции, отрыва в 1% уровень. Как только у вас появляется отрыв в процентном уровне, идет полная квалификация и здесь нужно выполнять условия. Я сейчас не буду рассказывать подробно. Здесь с каждым отдельно все просчитывается. То есть, у нас также поедет очень большая команда в Анталию. Конечно же, первая, первая, самая первая цель наша будет директор и какие привилегии вы будете получать. Как только вы открываете квалификацию директора и 6 каталогов по экспресс программе подтверждаете подряд, вы становитесь директором. Но, второй момент, если у вас не получилось каждый каталог подтверждать подряд 6, вы можете, я здесь, наверное, надо дописать, вы можете из 17 каталогов за год сделать 8. Либо 6 подряд, либо 8 различных. Различно, да, то есть, делали 2 каталога, сделали потом перерывчик 2 каталога, да, не получилось, там, лето, например, настало. И потом дальше продолжили квалификацию. На сумме дохода это не отражается. И, кроме того, как только вы выполняете условия 8 каталогов из 17, вы получаете премию к 1000 долларов, премию 70 тысяч рублей по программе Турборос. У нас очень много в нашей команде людей получило эту премию. Вот. Что же, главный момент. Не ждите, когда вам команда построит ветку, как можно быстрее начните делать вторую ветку. И как можно быстрее ее выращивайте. Почему? Потому что, если у вас не будет отрыва 3000 баллов к моменту, как под вами откроется ветка, вы ничего не получаете. То есть, вы не будете получать автобонус, о нем мы поговорим. Вы не получите премию 1000 долларов, вы не получите премию 70 тысяч долларов. Но, опять же таки, это тоже не приговор. Но, даже если у вас временно не будет отрыва, вы можете через полгода, через год стартовать и опять участвовать. Как только вы сделаете ваши 8 каталогов из 17 отрыв 3000 бонус баллов минимальные хотя бы, вы квалифицируетесь на премию. Станете директором, прошли премию 1000 рублей. Но, к сожалению, премии 70 тысяч рублей в этом случае вы не получите. Программа ограничена и она заканчивается в следующем году. В то ли в четвертом каталоге, я не могу точно сказать, но скоро премии 70 тысяч рублей не будет. Поэтому торопитесь. Я думаю, что это хорошая сумма. Эта премия специально дается компании для того, чтобы вы приобрели себе машину. Сразу так раз, накопили и взяли ее. Я просто хочу рассказать пример, что есть у нас команда Елизаветы Терентьевой. Моя подруга Аля, лучшая подруга детства, я ее подписала. Она поработала в Reflame, начала строить активно бизнес и потом из декретного отпуска вышла на основную работу. На основной работе произошел кризис. Доход уменьшили, ей стали выплачивать 15 тысяч рублей в месяц обещанных. А в ее команде Елизавета продолжила активно работать и вышла на уровень директора. И в среднемесячной получает 40 тысяч рублей. Вот вам и пример. Даже если у вас что-то не получается, не бросайте, продолжайте. Потому что у нас очень много примеров, что нешестоящие лидеры получают больше. Также, например, как я зарабатываю гораздо больше, чем мои вышестоящие лидеры, директора, которые меня пригласили. То есть здесь нет такого, что ты пришел к последним и, значит, минимальный доход нет. Тут кто как поработает, так закрываете квалификацию директора, получаете премию 1000 долларов, у вас идет премия за машину, автопрограмма. Да, вы можете оформить по льготному кредитованию машину, и это будет самый выгодный процент по кредиту. Компания Reflame вам поможет это сделать. Либо, если у вас еще есть уже машина, либо другой кредит, просто погашать. Самое важное, что вы получаете эти деньги наличными, на руки. И можете видеть нашу команду, которая получает по автопрограмме. Это вот слайд 16 каталога. Вот. И директор. Конечно же, мы не учли все бонусы. Более подробнее вы можете о каждом лидере посмотреть расчеты на нашем командном сайте. У нас, по-моему, за три или за четыре года вы можете посмотреть, как лидеры развивались, успехи, карьерную лестницу. Все это. Эта информация открыта, мы ничего не скрываем, потому что мы должны видеть, да, видеть, за что мы получаем. Так. Не открывается слайд, сейчас еще раз. Вот. Дальше. Это будет промежуточная цель. Так, вот. Наша вторая цель – это старший директор. Когда вы делаете отрыв не 3000 бонус-баллов, а стремитесь к отрыву 7500 бонус-баллов, и ваш доход средний будет от 50 тысяч рублей. Вот показан пример. У вас есть одна группа 22%, и вы строите по такому же принципу, то есть одну веточку. Вы сначала были две у вас веточки, одна у вас стала директором. Вы еще строили, начали еще одну, завели веточку и делаете задел на другие звания. То есть вы видите, вы мало того, что участвуете в автопрограмме, вы еще получите премию 1500 долларов. И вот пример. Екатерина Ганюк, старший директор нашей команды. Среднемесячный доход 60 тысяч рублей. И даже больше, чем не показали. Так, слайды у меня не переворачиваются. Сейчас еще раз. Так, минутку. Как только вы становитесь золотым директором… Так, у меня… Сейчас еще раз. Да. Вот. Слайды не переворачиваются. Дальше. Наша цель, конечно же, вообще первая, скажем, минимальная будет этот директор. Вторая минимальная. Вообще наша цель – это вырастить две 22% группы. Для того, чтобы участвовать в программе «Еще мой дом». Выпады гораздо больше. Потерялся где-то мой слайд с золотым директором. Я хочу сказать, что в этом каталоге, уже в 10 каталоге, я заработала более 400 тысяч накопительных. И это у кого-то четвертая, у кого-то третья часть квартиры в городе. Это платит компания «Рифлэм». Это с уровня золотого директора. И вообще, конечно же, зачем мы работаем? Для того, чтобы вырастил одну директорскую команду. И запомните, что вы получаете примерно с одной директорской команды порядка 15 тысяч рублей в месяц. То есть это, я все время говорю, это то же самое, что вы поработали. Кто-то один год хорошо поработал, кто-то два, кто-то три для того, чтобы вырастить одну директорскую команду. Но за это будет получать постоянно 15 тысяч рублей. Это как купил квартиру, но сколько нужно на нее накопить лет. Многие копят по 10 лет, не могут купить квартиру детям. Вторую квартиру. Кто-то в первой, где-то еще на съемной, не могут что расширить. А кто-то, то есть у каждого свои условия. Но вы подумайте, если вы очень хорошо поработаете, и ставите директорскую команду, которая будет работать автономно без вас. Почему без вас? Потому что если человек уже начинает получать 30, 40, 50 тысяч рублей, даже если вы уедете в отпуск, уедете в другую страну отдохнуть на три месяца, значит на полгода, этот человек заинтересован в том, что ему нужны деньги. Даже если вы захотите его выгнать, он не уйдет. И соответственно, это ваша команда. А в этой команде также будут вырастать новые, новые, новые директора. Но компания нам делает такие условия, такие акции, что здесь расти просто грех. И неинтересно. Это здорово. Ты общаешься с людьми. Ты помогаешь им выйти на уровень дохода. Ты видишь, как меняется их мышление, семьи. Они начинают отдыхать. Вот в этом кайф. То есть здесь, вы знаете, как в игрушку начинаешь играть в первый уровень. Ой, какой сложный. Пытаешься пройти, пройти. Не получается, не получается, не получается. Бас, прошел. Что? Ты уберешь? Нет, ты выключишь, скажешь, все, надоела игрушка. Но если она, конечно, скучна. А так ты, о, второй уровень. А третий уровень. Так, 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 четвертый, четвертый уровень. И ты можешь круглосуточно. Вот наши мужики играют в танчики. Бесплатно. Почему? Потому что игрушка интересная, каждый новый уровень, они что-то делают, и они дальше, они готовы там сутками сидеть. И мы точно так же сутками сидим, потому что нам это нравится. Мы здесь играем и получаем в интернете настоящее и удовольствие. Но в отличие от наших мужчин, мы получаем хороший доход. Вот. Даже если мы будем зарабатывать 2000 рублей, мы будем зарабатывать больше, чем они в свои танчики играют. И получаем от этого наслаждение. Вот мой слайд, когда я получала самый мой максимальный доход. Это был в март месяц, когда у меня было 10 открытых групп. И вы видите, да, либо 27 в каталог. То есть вы можете видеть, если все просуммирует, 352 тысячи. Также в мой доход будет включены еще конференции. Мне просто за них будет также нужно в пенсионные фонды. Во всем нужно заплатить больше 6%. И последняя конференция, которая была в Сингапуре, я показывала девчонкам в команде видео, она порядка 450 тысяч рублей стоит на двоих. То есть практически полмиллиона компания только на конференции тратит. На лайнере 250 тысяч, по-моему, была. Золотая конференция порядка на двоих 250 тысяч стоит. Дальше. То есть вот то, что мы раньше проговорили, 3, 6, 9, 12% это одно. Наша задача это глобальные бонусы с директором. И наша цель выращивать директоров. Чем больше мы вырастим директоров, тем больше в глубину мы будем получать, собирать все бонусы. Да, вы можете увидеть какие-то копеечные бонусы. Бонусы 5. Сначала 5, 2, 0,5, 0,25, 0,125, 0,125, 0,06, 2,5. Я хочу сказать, что есть исполнительные директора, которые уже давно работают в команде Reflame, в которых там команды бриллиантовые, там много. Вот именно самые большие бонусы выплачиваются именно с глубины. Немосмотря на то, что бонус там какой-то копеечный. Здесь получается так, что какие требования? Первый бонус, на который вы будете претендовать, выплачивается с группы первого уровня и требование хотя бы одну группу 22% сделали и отрыв 3000 бонус баллов. Дальше. Второе. Как только вы вырастили дверь, разберем, вы получаете 2% бонус глубины. Я вам сейчас поговорю. Вообще, более подробно я проведу вебинар, скорее всего, на следующей неделе, также в четверг, для менеджеров и директоров про вот эти вот бонусы, как все считается, потому что разжуем эту тему, потому что там примеров очень много и с первого захода сразу не поймешь. Елизавета, забегаю, что отрыв 3000 бонус баллов не обязателен, но есть у нас правило минимальной гарантированной выплаты. Об этом лучше прочитать в плане успеха, где-то он у меня здесь лежит. Вот вы считающим лидеру компенсируете часть своего дохода, но требований, требований, об этом я сейчас попозже чуть говорю, нет определенных. То есть первый вариант, когда вы получаете, смотрите, более подробнее в плане успеха, его можно заказать, либо на сайте на нашем скачать, почитать, но как только вы сделали, так, смотрите, если у вас отрыв, персональная группа, вы сделали 7500 бонус баллов суммарно, то с этой 22% группы, я ее нарисовала фиолетовым, вы получаете 5% бонус. Если у вас меньше от 3000 баллов до 7449, вы получаете от 2 до почти 5%, вы получаете гораздо меньше с товарооборота в среднем. Вот об этом тоже я расскажу подробнее на директорском, потому что у нас здесь и новички, чтобы все не мешать куче, и глава просто не опухла от цифр. Вот, мы разберемся, да, и если у вас отрыва нет, то с этой группой вы вообще доход получать не будете, только со своей, вот, то есть, отлетела ли у нас группа, все, потеряли этот доход. То есть то, что сделали сами, с кого вы получаете. С той группы у вас 0, поэтому важно включаться как можно быстрее. И второй вариант, Елизавета, вот тебе как раз выплаты, условия начисления, как только у вас вышла 22% группа, надо будет научиться делать 200 бонус-баллов. И условий к объему продаж персональной группы нет. Но нужно потом, то есть, сделать отрыв 7500 бонус-баллов, также персонально, чтобы получать полные бонусы. Там минимально гарантированная выплата, часть дохода вы компенсируете вышлащим людям, но это я потом позже расскажу. Но вы в любом случае будете директора и будете получать вот эти вот бонусы, 100% бонусы. У вас перевернутся? Так. Еще раз. Есть, да? Смотрите, чтобы не запутаться, давайте разберемся, разберем пока два бонуса. Директорский и золотой бонус. Итак, мы видим две строчки. Группы, да? Например, Елена у нас вышла на 22, фиолетовый кружочек и Светлана на 22. Вы получаете 5% полностью с их группы. И Елены, и Светланы. Дальше. Вы видите, что у Светланы под ней, Зарьбис, Оля вышла на 22, у нее минимум отрыв 3000 баллов, Юра на 22, у него минимум отрыв 3000 баллов, Таня на 22, у нее минимум отрыв 3000 баллов. Если нет отрыва, то они не считаются 22%. То есть все, 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 вот, вот. И вот у Лены также, Аля вышла на 22, вот то, что вы видите голубым, все за все это вы будете получать 2%. Это понятно? А вот Татьяна, она вывела две группы, Екатерина на 22 и Елену. Она открыла квалификацию, или стала золотым директором. И также уже с уровня, вот под Катей Светланы зарегистрировалась, с нее она получает 2% директорский бонус. Поэтому вы получаете 2% бонус только до того момента, до получателя бонуса. То есть если кто-то этот бонус получает, вы его не получаете. Здесь понятно? Вот здесь вот примерно схематично понятно. Напишите, кому понятно, поставите плюсик. Если непонятно, минус. Вы получаете до последнего получателя бонуса. Еще раз скажи. Хорошо, запутались. Смотрите. Фиолетовая, давайте еще раз проговорим. Фиолетовая, здесь все понятно. Первый уровень, и мы получаем 5%. Далее. Под ними растут группы. Следующая группа на 22, у которой есть отрыв 3000 бонус баллов. То есть эта группа полноценна. Они просто 22, 22, 22, 22, 22, 22. Да и в принципе один под другим 22 будет. Пока они не откроют, например, Татьяна не откроет звание золотого директора, вы будете со всех суммарно получать 2%. А как только вы видите, что у, например, Екатерины мы вывели группу Светлана, и Татьяна будет получать также свой 2% бонус глубины, мы на него не претендуем. Мы будем претендовать уже на 3% бонус мы будем получать, ой, сейчас скажу, 0,5%. Но об этих подробностях мы поговорим на следующей планерке. Про минимально гарантированную выплату, про все подробности именно также в расчетах, мы будем говорить в следующем вебинаре. Потому что это одна большая отдельная тема. Маркетинг-план 2. Как выплачивается доход? Ну, вообще, честно говоря, не парьтесь, я открыла, начала разбираться, как только стала старшим золотым директором, начала разбираться в выводах. И то плюнула, не поняла, мне компания перечисляет, мне деньги нравятся, и поэтому, да, поэтому я просто вот, ну, я вот первая все разобралась, а дальше, помню даже, как Ирина Исаева вышла 22% по дне группы, я пришла к ней домой, взяла бутылку, изучали эти проценты, кто под кем, 22% группы. В общем, как мы только раздавили бутылочку мартини, мы наконец-таки поняли, а, вон оно что, вот, ага, это было, это было смешно, и в конечном счете, и так, и так, ну, в конечном счете, да, мы разобрались, потом еще что-то недопоняли, ну, мы так, а, компания не обманет, надо просто работать и создавать директорские группы. Вот, это вам попроще. Итак, давайте подведем итог. Как выплачивается? Лично нужно 150 баллов делать. Если у вас выходит группа на 22, то нужно делать 200 бонус-баллов. 17 раз в году каждые 3 недели. По закрытию каждого каталожного периода, как только вы оформляете индивидуальное предпринимательство, вы получаете деньги сразу на расчетный счет, об этом мы поговорим. Также я расскажу про обязательную плату налогов 6% по упрощенной системе налогообложения, также про отчисление пенсионных фондов сейчас подробнее. И этот бизнес можно передать по наследству, если вдруг кто-то, не приведи Господь, да, всякое бывает в жизни, то есть сразу это в течение трех месяцев можно подать передачу номера одному из родственников, или в любой момент можно передать родным, написав заявление в компанию, что вот я своей дочери могу, или своему мужу, или своей маме могу передать мой бизнес. Да? Каждый каталог... Приходит бухгалтерская справка, где шеет доходы. Это нужно суммировать себе, папочку складывать, либо в любой момент распечатать. Здесь указывается сумма, например, вот у нас Зоя Никитина, она сразу вот открыла индивидуального предпринимателя, и сразу она получила скидку 204 тысячи, у нее накопилась эта скидка, ежемесячное вознаграждение за достижение нового звания, она как раз-таки вот... 35 тысяч рублей, она получила 1000 долларов, рублей премию, потому что 1000 долларов была, да, и общая сумма вознаграждения за весь период составила у нее 240 тысяч, то есть она взяла вот так вот и сняла эту сумму. Также у нас справочки есть на нашем командном сайте, вы можете посмотреть. Вот. Поэтому вы не переживайте, что ваша вся скидка, она будет копиться. И как только, вот, например, здесь фотография, print screen, команды Юлии, вот так, да, Юлия, Быкова, Быкова Юлия Сергеевна, да, то есть как только она открыла расчетный счет, вся скидка, которая она копилась у нее, сразу ей компания выплатила, выплатила, да, 121 тысячу, и дальше она потом начала уже получать бонусы за каждый каталог. Вот. Теперь по поводу пенсионного фонда. Многие люди пугаются этого, даже вот, чтобы пример говорить, у меня сестра моего мужа, она открыла квалификацию директора и боится открывать ИП, потому что когда-то родители были индивидуальными предпринимателями, у них свой бизнес был, и ввели столько налогов, какие-то бумажки, они что-то как-то не оформили, в общем, они несколько лет занимались, и им начислили такой штраф, что просто-напросто они продали все, что можно, и они не знаю, сколько восстанавливались от этого штрафа, то есть там безумный штраф. У нас все просто. Настолько просто, что вы дальше не представляете. У нас единственный есть отчет, сколько нам компания перечислила, и вот с этого мы должны заплатить 6%. Никаких бумажек. За все годы, сколько я индивидуальный предприниматель, лет 5, наверное, у меня не было ни разу налоговой проверки, потому что вся налоговая проверка, это банк. Задали, сколько моих денег поступило на расчетный счет от компании Арифлейн. Как сколько там? 3 миллиона? Ага. А вы показали, 3 миллиона вам поступило? Ага, ну все, сверхопроизведено. То есть у нас все чисто, никаких бумаг, никаких у нас наемных работников, ничего нет. И главное, мы платим налоги, и главное, мы имеем стаж индивидуального предпринимателя. Смотрите, в течение года предприниматель необходимо делать по 2 платежа в пенсионный фонд. Либо каждый квартал, либо один раз за год. Но лучше я вам советую каждый квартал делать этот платеж. Я сейчас эту информацию скопировала с сайта, который вы же знаете, что постоянно налоги что-то меняются, законодательство меняется, но у нас есть на командном сайте раздел для индивидуальных предпринимателей, где все это подробно написано, и мы можем в любой момент почитать и посмотреть. Поэтому вы смотрите, да, у нас был 2014 год, и сейчас 2015 год. И кто будет сейчас вот налоги считать, либо открывать индивидуальное предпринимательство, вы видите, что сумма там практически на 2000 рублей повысилась. В 2015 году индивидуальным предпринимателям годовой доход, которых будет более 300 тысяч, необходимо заплатить 1% от суммы дохода, превышающих эти 300 тысяч. Как это делается? Да, платеж нужно сделать до 1 апреля следующего года, но я вам рекомендую сделать платеж в этом же текущем году, чтобы платить, чтобы это еще в налоговую льготу включить. Я вам покажу дальше пример. Например, 500 минус 30 получили 200 тысяч, то есть из этого суммы мы посчитали 1%. Получается 2 тысячи рублей нам нужно заплатить еще. Но это все будет также входить в все те же 6%. То есть, например, мы получили доход 500 тысяч рублей, умножаем на 6%, мы должны всего заплатить 30 тысяч рублей. Внимание, сумма налога уменьшается на сумму ваших отчислений в пенсионный фонд. Это означает, что от этих 30 тысяч рублей мы отнимаем отчисления в пенсионный фонд. Например, мы в конце года решили заплатить все налоги. Вот это пенсионный фонд в фонд медицинского страхования и пенсионный фонд накопительный. То есть, вот у нас там два налога было. Мы отнимаем 2 тысячи рублей, если вы оплачиваете в том же, в этом же году 1%, то есть дополнительно в пенсионный фонд. И вот эту оставшуюся сумму у нас получилось 5 тысяч 739. мы перечисляем как налог по упрощенной системе налогообложения. Это понятно? Вы понимаете, как делать уменьшение, да, вот налоговые вот эти уменьшения. То есть, все эти 6% мы просто туда-сюда-туда перечисляем по разным местам. А остаточек, который у нас остается, мы перечисляем как 6%. Дальше. Если ваш доход меньше и сумма налога меньше, чем сумма платежей в пенсионный фонд, эти 22 тысячи, то в налоговую по УСН вы не доплачиваете ничего, только в пенсионный фонд. Например, ваш доход 200 тысяч умножаем на 6, вы получаете всего 12 тысяч. Но вам нужно обязательно сделать платеж в пенсионные фонды в два направления 22 тысячи. Поэтому прежде всего вы заплатили 22 тысячи, больше вы никуда не платите. То есть, главное покрыть пенсионный фонд России, чтобы у вас была пенсия, соцстрах и так далее. Яна задает вопрос, Ирина, а КВДО, если Арифлеем будет дополнительным видом деятельности налогового влашения УСН 10%, это возможно? Нет. Мы сейчас, у нас у меня идет как дополнительный вид деятельности. В общем, как? Мы сейчас всегда по 6% по упрощенной системе налогообложения. Доходы минус расходы мы это не берем. Яна, если у вас есть индивидуальное предпринимательство, вам нужно обратиться прежде всего к нашим сотрудникам компании Арифлейм, написать это им в письменном виде и на этот запрос компания вам ответит, как вам быть, как вам делать отчисления. Я не бухгалтер, мы здесь все работаем по упрощенной системе налогообложения. У вас индивидуальный случай, поэтому компания в индивидуальном порядке вам подскажет, как лучше всего быть. То есть, чтобы вам ответили грамотно, а не просто как-то сейчас я скажу на словах. Нет, чтобы вам ответили именно официально. Хорошо? Договорились, Яна? У нас вот не надо думать про бухгалтеров. Если что-то какое-то непонятное мне, я всегда все пишу в компанию. А это что, как? А вот это правильно? Нет, неправильно? Ой-ой-ой, справочку потеряла, а это куда? То есть, мне компания подсказывает. Я, например, считаю налоги, что-то у меня не получается. Я пишу, вот, Наталья, я вот написала правильную сумму налога, а не раз меня перепроверили. Я правильно отчисление сделала? Правильно компания, хотя я раньше была бухгалтером. Да, честно говоря, я сейчас, что я делаю? Да я даже просто отдаю отчеты, я даже сколько стоит там, 300 рублей, чтобы за вас заполнили декларацию. Зачем мне? Я думаю о моих лидерах о Бори Флэйм еще отдала 300 рублей. Лучше я за это время заработаю больше, да? Они мне все правильно посмотрели, проверили, все справочки посмотрели, все написали, я только пошла в налоговую. Если они ошиблись, я обратно к ним пришла и сказала, вы что натворили? Мне сказали, вы где-то там ошиблись, они тут же вам бесплатно переделали, то есть вы вообще как бы можно быть блондинкой. Я очень рада, что я сейчас блондинка, я не бухгалтер. Давайте, да, не дружишь, Марина, я тоже сейчас перестала дружить. Лучше пускай тот человек, на кого учился, пускай он, он это его хлеб, пускай он и отрабатывает. Так что разберетесь, 300 рублей за год сэкономите, чтобы вот у меня лежит мой отчетик, вот у меня здесь отчеты. Таким образом, давайте итог, еще раз подведем. Что нужно будет платить директору? Если у вас годовой доход 500 тысяч рублей, либо 41 в месяц, вы видели, девчонки у нас только зарабатывают, по квартально или один раз одним платежом. Пенсионный фонд ПФР 18 тысяч, ФОМС 3650, в сумме 22 будет это. Дальше 1 процент 2000 рублей в УСН, ой, туда переслали. По УСН оставшийся хвостик 6700, всего 30. То есть получается у вас 4 платежа вам надо будет сделать. Ваш годовой доход полмиллиона минус 30 тысяч, получается 470, либо 39 тысяч рублей в месяц. И еще раз, на работе, по-моему, мы отдаем не 6 процентов, а 13 подоходный налог, 13 процентов, это в 7 раз выше. Если еще учесть то, что еще компания перечисляет там 22, 24, я не помню уже, какие налоги, я забыла, я блондинка. Вот. За нас платят налог предприятия, который уменьшает наш фактический доход. То есть вот есть вот это 13 процентов плюс еще. Поэтому, ребята, все очень просто. Вы платите, вот, 4 платежки делаете, всего 6 процентов, и фух, и у вас социальный пакет, стаж индивидуального предпринимателя, в кризис. Ты кто? Я индивидуальный предприниматель. Все сейчас индивидуальные предприниматели давным-давно закрылись, их поглотили, крупные какие-то компании. А сейчас, вы знаете, когда я перевелась в Омск, когда я показала свою декларацию, и там еще мы никак не могут из-за того, что там кризис, что-то, проблемы какие-то, передать документы. Когда увидели сумму, сумму, которую я получаю, там практически порядка трех миллионов, они говорят, а где вы работаете? Варифлейм. Ага. А Варифлейм? Ой, хорошо, хорошо, а пойдемте, мы вас вот туда проводим, а направо, а налево сходите, Ирина Владимировна, сходите в этот кабинет, сходите в этом, везде без очереди, сразу Ирина Владимировна тот же. И знаете, как приятно, да? Ну у нас тоже вот варифлейм приходит и все. То есть, девчонки рассказывали в других налогах, когда они приходили, то говорят, что в принципе, налоговый очень любит компаниюарифлейм, потому что у них всегда все прозрачно, никаких проблем не бывает, все чисто, минимум заморочки и максимальные доходы приносят они в бюджет. Я 172, что ли, 172 тысячи, по-моему, заплатила налогов. Дарья лежит, не хочу доставать, но я видео где-то записывала, показывала вам. Вот. Подводим итог. Ваша цель на год закрыть сразу три звания. Запишите себе сразу куда-нибудь вашу цель. Не просто стать директором за счет чего-то, кого-то, а три звания, чтобы вам вырастить самостоятельно еще одну 22% ветку, чтобы вместе было суммарно две. Вы закрываете звание директор, старший директор и золотой директор. Вы получаете три премии суммарно четыре с половиной тысячи долларов. 4,500 умножаем на 56, это 252 тысячи. Выходите на доход примерно 60-75 тысяч рублей, посещаете банкет директоров, получаете два значка серебряных там, где нельзя. И успех это не более чем несколько простых правил, соблюдаемых ежедневно. А неудачи это просто несколько ошибок, повторяемых ежедневно. Разберитесь в этом в бизнесе, разберитесь в доходах. Если у вас какие-то будут вопросы, всегда нам задавайте. Я вам советую как можно быстрее строить свой доход, свои веточки, свои директорские команды и жить. 35-45, а жизнь-то она проходит. Вы всего лишь один раз можете жить. Вы не можете пережить это, переиграть там, да, значит, ой, не получилось, геймова там, опять уровень проходите. Нет, жизнь у нас одна. Как вы хотите жить? Сами жить, со своей семьей, наслаждаться жизнью. Пока не поздно, пока вы еще молоды, пока вы, не то что бабушка, которая, да ну их эти путешествия, пока вы молоды, насладитесь, посмотрите, мир прекрасен. До встречи, до встречи на наших вебинарах и на второй части, где я подробнее расскажу о выплатах я мына.